Доброе утро, уважаемые телезрители! В прошлый раз мы с вами закончили передачу на вопросе об обращении к способности или неспособности людей верить тому, что провозглашает христианство. Почему трудно верить? И почему мне думается, что можно быть достаточно образованным и здравомыслящим человеком и, тем не менее, искренне верующим в Бога человека? В первую очередь, на мой взгляд, одна из причин, почему людям нашего времени представляется трудно быть верующим, Одна из причин в том, что язык христианства постепенно закоснел, потерял силу, ясность. В него стали вкладываться неведомые ему прежде смыслы. Так что в конечном итоге христианское учение сделалось отчаянно безжизненным и не осталось никакого основания, никакого побуждения верить тому, в чем при поверхностном восприятии практически не осталось никакого содержания. Вот за эти слова меня могут упрекнуть свои же богословы, и с одной, и с другой стороны. Но что здесь имеется в виду? Когда воплощение Христа сводится на уровень мифа или символа, когда о воскресении Христовом говорится, что, конечно же, это не было телесное воскресение Христа, а какое-то духовное событие в сердцах его учеников, когда все переводится во внеисторический план, в образы, тогда Евангелие превращается в очередную волшебную сказку. И в таком случае можно привести волшебные сказки гораздо более занимательные, чем Евангелие. Если мы ищем развлечения, а не учения, учения, которые способны сформировать или оформить жизнь. Вот поэтому я совершенно ответственно считаю, что мы, служители церкви, должны очень серьезно задуматься, что, что же мы возвещаем и должны возвещать людям. Ведь Евангелие не только благая весть, но и строгий документ. Евангелие беспощадно и выражается совершенно определенно. Его нельзя пересказывать, разбавлять и приспосабливать к уровню собственного понимания или вкуса, как, кстати, многие сегодня и делают. Евангелие провозглашает нечто, что превосходит нас. Оно дано для того, чтобы расширить наш ум, расширить наше сердце, порой до нестерпимых пределов, перестроить нашу жизнь, дать нам мировоззрение, прямо-таки обратное привычному нам. Но, увы, все это нам не очень-то хочется принять. Лучше перетолковать и переиначить, подстроить под себя и сиюминутные обстоятельства. И поскольку мною часто приводится сравнение с западным, так называемым, цивилизованным миром, то здесь вновь хочется сказать, что этот мир, который в целом еще не нашел мужества заявить, что все разговоры о вере в Бога – это бессмысленно, и отбросить Евангелие, многие находят способы заболтать то, что слишком трудно, непосильно, и создать, если хотите, прирученное Евангелие. Но беда в том, что если в стакан с вином добавить слишком много воды, это будет вода, подкрашенная вином, и она не произведет в нас того действия, какое мог бы вызвать стакан вина. Если в Евангелии нет ничего, кроме нравоучительного рассказа о довольно малоуспешном молодом пророке, который плохо кончил свою жизнь на кресте, то стоит ли действительно ему следовать? Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам в 14 главе 8 стих уже давно сказал, что никакой воин не будет готов к битве, если не раздастся ясный призыв трубы. А если все так, а все действительно так, то скажите, кто из нас готов броситься в бой ради всего-то какой-то волшебной сказки? Христианство в ранние дни предполагало дисциплину жизни, которая перестраивала ум и волю, направляла их к Богу. Когда я говорю о дисциплине, я не имею в виду армейскую муштру или общепринятые нормы поведения. Дисциплина от латинского дискипулус, ученик – это состояние ученика, того, кто выбрал себе учителя, наставника, и готов учиться от него любой ценой. И суть того, что у тебя есть учитель в том, что ты встретился с умом большим, чем твой, сердцем более глубоким, чем твое, волей большей, чем воля с образом жизни, которому стоит последовать. Но это может дорого нам обойтись. В Бонхефер написал книгу, которая называется «Цена ученичества». И когда подумаешь о том, как он жил, и особенно как умер, то понимаешь, что ученичество может дорого обойтись. Это испытание мужества, величие души. И многие, именующие себя церкви, все более становятся просто церковными организациями, которые не занимаются больше воспитанием людей в духовной жизни, в сердце, в уме и воле, и в действии, так же, как по образу, который дает апостол Павел. Помните его первое полание к Коринфянам? 9 глава с 24 по 27 стихи. Загляните, посмотрите, прочтите. Там говорится о том, как тренирует бегуна перед соревнованиями. А вот есть еще тренировка ума как непременного условия ученичества в области науки или искусства. Но мы не ставим себя в положение ученика по отношению к Евангелию. Нас очень мало почему-то учат и спрашивают нас нас очень мало. Можно быть христианином очень либерально и дешево выглядит сегодня. Считается, что достаточно заявить, что ты готов принять несколько утверждений относительно Бога, человека, греха, спасения церкви и все. Нет, этого недостаточно. Истину Евангелия нельзя представить как ряд пунктов, приемлемых для всех, кто хочет считаться христианином. Это образ жизни и к тому же нелегкий. Евангелие беспощадно и слова Христовы строги, хотя при исполненной любви, потому что любовь беспощадна, любовь никогда не соглашается на компромисс. Закон можно обойти. Есть славянская поговорка, что закон как лужа. Маленькую можно перешагнуть, большую можно обойти. Не то с любовью. В любви нет ничего такого, что можно обойти. Она предельно требовательна, ей нет границ. И вот этим страшно Евангелие. Можно выполнить до конца ветхозаветный закон, но невозможно до конца исполнить закон любви, потому что ветхозаветный закон состоит из правил. Но если нас призвала любовь, это означает жить для других, забыть себя и только в этом найти полноту жизни и этому границ не будет. И в этом вторая проблема, которой в церкви должны смотреть в лицо. Мною уже несколько раз было употреблено выражение церкви. И, наверное, многим, многие из вас думают, да, действительно, как было бы хорошо, чтобы эти вот в черных рясах или официально ответственные за церковь люди сделали в этом направлении что-нибудь разумное. Так славно было бы стать верующим. Но проблема в ином. Проблема в том, что церковь это не ваш настоятель, ни я, ни еще кто-то в рясе. Нет. Церковь это мы с вами вместе. Сегодня порой находящиеся по разные стороны земных мнений, но милостью Божией единое во Христе. Милостью Божией. А потому и вы и я не можем уйти от собственной ответственности за искажение Евангелия и веры или за отсутствие духа ученичества. За то, кстати, за что обвиняют нас с безапелляционным выводом, что мы плохие священники или руководители. Нет такого постановления, что руководить должен член Клира. Дело священника совершать богослужение и таинство. Но знание Бога не дается через рукоположение, а мы с вами говорим о том, чтобы знать Бога. но есть и еще одна причина, почему христианство потеряло привлекательность и почему многим трудно верить. Но об этом в следующей передаче. христианство 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 христианство